всем здравствуйте вы заметили что я сейчас гораздо реже выпускаю видео но сегодня такое видео возмущение можно сказать я очень пристально слежу за боевыми действиями в израиле и сейчас я вам объясню к чему это говорю это очень сильно связано с украиной я думаю даже тот кто не сильно глубоко углубляется в ситуацию заметил что дела там идут не так быстро как анонсировалась как бы наверное всем адекватным людям хотелось и вот посмотрите в чем загвоздкой как это касается нашей страны я зачитаю вам подземная система туннелей хамаса в секторе газа оказалась масштабнее чем ожидал израиль пишет new york times со ссылкой на местных военных и чиновников в декабре их протяженность оценилась примерно в 400 километров только вдумайтесь в это а сейчас 550 725 километров из них есть около 5700 отдельных выходов в частности в дома высокопоставленных командиров хамас и обычных жителей некоторые туннели достаточно широкие чтобы в них можно было заехать на машине глубина достигает до 7 этажей дальше читать не буду чтобы вас не утомлять посмотрите что было построено в полностью антисанитарных условиях под носом у лучшей разведки мира 7 этажные туннели и шириной что там может приехать автомобиль вы сейчас наверное смотрите и думаете ну хорошо как это связано с украиной а вы сейчас пожалуйста внимательно посмотрите на экран и послушайте что я вам зачитаю в ходе рейдов и автористок проводимых в лагере аль-бурейдж в центре сектора газы бойцы 182 бронетанковой бригады и пехотной бригады обнаружили сначала замаскированные шахты туннелей а затем и скрытый под землей крупнейший завод хамаса на котором производились ракеты дальнего действия использовавшиеся для атак по израильским городам в последние годы по злой иронии судьбы фабрика смерти хамаса находилась на глубине 30 метров как раз под дорогой саллах один главный автомагистралью сектора газа ведущий с севера на юг и используемый в качестве гуманитарного коридора для спасения гражданского населения анклава я вот так читаю читаю это и просто думаю об украине смотрите я сейчас не буду заводить разговор наверное эта тема для отдельного видео или стрима хороший материал выдала новая экономика издание поперечнюка на основе которого можно сделать хороший тоже видеоматериал с теми показателями военными с которыми мы входили в независимость 91 году то есть по сути мы отдали россии ракеты которыми сейчас бомбят и убивают наших людей и с помощью которых отжимаются наши территории и я сейчас не буду касаться хотя это тоже справедливо абсолютно всех президентов украины особенно первого особенно первого это касается я хочу поговорить про последнего который вот вдоволь себе послушайте что сказал какие складные питания это питание про справедливость цены питания до женок людей а я не мобилизаційного века чоловеков або детей они свободны и вольны это питание закону и справедливости если ты мобилизаційного века згідно украинского закона ты можешь быть в украине и это факт и далее ты будешь воювать або не воювать ты будешь працювать потому что я наводил цей приклад же в украине не можно просто дыхать и по витрям мы в войне и и тому ты або працюешь або ты воюешь и це факт вот они один день демократы второй день у них совершенно авторитарное заявление но итог таков что грязные не умытые хамасовцы построили повторяюсь по дно самой лучшей разведки мира подземный ракетный завод где производились ракеты дальностью 100 километров украина самая крупная страна европы у нас остались куча наработок технологий со времен совка по производству ракет и другого крупного вооружения сегодня практически два года идет полномасштабная война с россией нам анонсируют миллион дронов за следующий год с чего сразу я посмеялся хотя вообще не до смеха тут скорее плакать надо а через три дня федоров берет на себя удар президент же не может выйти на пресс-конференцию и сказать но вы правда этот миллион будете собирать дома он на себя такой негатив никогда не возьмет для этого у них есть михаил федоров который вышел сказал будете собирать дома подробно я рассказывал на стриме про качество будущей сборки это небольшое количество которое так будет собрано а вот эти немытые не умытые под землей строят ракеты дальностью 100 километров это мы не можем построить ракеты дальностью 100 200 300 километров я же не говорю про межконтинентальные ракеты но хотя бы какие-то элементарные более-менее простые если это сделано дикари под землей под носом лучшей разведки мира почему за два года мы не можем это сделать я вам сразу же отвечу на этот вопрос что государство на это не способна все чем занимается государство превращается в коррупцию и распил именно поэтому я считаю что в украине нужно все приватизировать и в первую очередь вот и самые стратегические предприятия которым 32 года задурили всем голову именно для того чтобы всех обворовать потому что это должен делать частный сектор и я вас уверяю если бы такая задача была поставлена а главное не задача поставили а созданы для этого все условия в украине уже давно были бы ракеты а сегодня спустя два года войны людям говорят собирайте дроны дома я надеюсь вы просто способны вдуматься я вас прошу вдумайтесь дикари под землей собрали ракеты мы при таких водных данных не можем находясь в состоянии полномасштабной войны я уже молчу вообще в принципе заранее вот говорят порошенко плохой хорошо порошенко плохой ничего не сделал зеленский президент 2019 года и ему сообщил американская разведка уже тысячу раз вами это обсуждали за полгода масштабном вторжении полномасштабном вторжении а сейчас то вы знаете как это жусь геолерасу но вот он выпускает видео и у меня много подтверждений напрямую о тех фактах о которых он поведал что зеленский и рмак по сути сорвали все ракетные программы украины как-то не вяжется а потом президент приезжает в давос о чем мы подробнее поговорим в воскресенье на стриме и делает там заявление такого знаете чисто авторитарного стиля скоро точно как в том мультике чиполина будет про налог на воздухе и молчать вы просто проанализируйте задумывайтесь как украина прошла эти два года войны что изменилось вот сейчас государство натравливает и военных офис президента технологии все эти самые грязные используют натравливают военных на гражданских и сейчас очень многие военные слава богу не все я бы сказал так многие военные до 40 лет думают что виной всему гражданский но кого они увели скажем так с цели поражения они увели таких как резников ни у кого и военных том числе не возникает вопрос а где миллиарды долларов с минобороны которые были переведены в какие-то офшоры а где ответственные осужденные с доказательствами для общественности кто похерил наши ракетные программы где 1 5 3 10 это не гражданские все сделали это все сделали конкретные люди которые на этом заработали громадные деньги и с этими громадными деньгами сейчас некоторые сидят как мыши а некоторые уже свалили или такие как резников которые просто которых просто вывели из-под удара тишина нет ни одного вопроса в лучшем случае скажут после войны разберемся после войны никто не разберется во первых когда это после войны таких обстоятельствах может настать скажите пожалуйста а второе никто ничем не разберется после войны все будут заниматься своей жизнью вот поверьте мне потому что каждому придется кормить свою семью и вы знаете если вот это для вас не аргумент то шахамасовцы под землей способны строить ракеты под носом у масада а страна такая как украина не может это делать на втором году войны то наверное друзья что-то не так с вами в первую очередь и не обижайтесь на меня пожалуйста пока